Смотрите сегодня. В продаже появилась новая мышь. Отличительной особенностью которой является отсутствие традиционного колеса прокрутки. Китайская полиция решила использовать Counter-Strike как средство антитеррора. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы рассмотрим правила использования углов и важность грамотного позиционирования. И, конечно, вас ждет новый кибертурнир по Counter-Strike между командами Кибер и Трэп на карте Д-Трей. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Наконец-то появилась информация о распределении призового фонда серии турниров Electronic Sports League. Общий размер призовых составляет 14 тысяч евро. Вся сумма распределена между девятью дисциплинами, а также одна тысяча отведена на проезд участников лан-финалов. В дисциплине Counter-Strike Source победители получат 4 тысячи евро. В Quake и FIFA 2007 по 2 тысячи. И по тысяче евро получат победители в Unreal Tournament, Warcraft и Call of Duty. Counter-Strike Pro-Mod выйдет уже в ближайшем месяце. С такими высказываниями выступила компания, которая разрабатывает микс любимой нами Counter-Strike версии 1.6 и наворочной графики с текстурами Counter-Strike Source. Первая версия бета-игры, судя по всему, станет доступна игрокам уже очень скоро. Напомним, что Pro-Mod должен сделать физику игры Counter-Strike Source максимально похожей на версию 1.6. Это позволит киберспортсменам играть в Source не переучиваясь. Датские отборочные соревнования на финалы World Cyber Games 2007 в дисциплине Counter-Strike стали одной из самых зрелищных квалификаций. По интересу они уступили, наверное, лишь шведскому туру. Сильных команд, желающих попробовать свои способности на главном турнире года, тут хоть отбавляют. На фоне всех выделяется команда NOA, но и остальные команды не один раз заявили себе на мировой арене. Тем не менее, фаворит на то и фаворит. NOA вновь отправляется на World Cyber Games 2007. Китайская полиция решила использовать Counter-Strike как следство антитеррора. Недавно более 300 полицейских города Тяньчжин приняли участие в трехдневном турнире в городском интернет-кафе. Один из организаторов ивента сказал, «Соревнование призвано усилить антитеррористический опыт полиции Тяньчжина. Мы считаем, что по своей природе игра очень схожа с тем, что нам приходится делать на практике». Добро пожаловать в Школу Виртуального Спорта. Сегодня мы рассмотрим углы в Counter-Strike, правила их использования и важность грамотного позиционирования. Сегодняшний наш урок не относится никаким другим шутерам, кроме Counter-Strike 1.6 и Counter-Strike Source. Одним из самых важных моментов в игре является правильное расположение вашего персонажа относительно кромки структуры, из-за которой ожидается появление врага. Не забывайте, что чем дальше от стены вы находитесь, тем дольше и плавнее вы будете выходить из-за нее при попытке убить противника, и зачастую подобными действиями вы скорее работаете на команду врага, чем на свою команду. При выходах будьте как можно ближе к структуре, чтобы появиться как можно неожиданней, и уйти после выстрела с максимальной скоростью. Следует признать, что эта техника никогда не используется на 100% никем из профессионалов. Временами ваш выход настолько быстр, что вы сами не успеваете сориентироваться и окинуть взглядом все внезапно открытое из пространства. И умираете. Потому используйте ее с умом. Запоминайте, где у вас лучше всего получаются короткие быстрые вылазки, а где можно медленно выползти, не привлекая внимания врага. Также вы можете заранее намечать две-три позиции, которым при выходе вы уделите наибольшее внимание, или даже будете заранее стрелять в них. Мы — виртуальная школа. Учитесь на пятерке. Пока бесплатно. Разойдись. Смотрите далее. Тайваньская компания представила вниманию общественности беспроводную мультимедийную клавиатуру. И, конечно, вас ждет новый кибер-турнир по Counter-Strike между командами Кибер и Трэп на карте Детрейн. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Genius представляет игровой руль TwinWheel F1. Универсальное игровое устройство совместимо с обычным PC, а также подключается к игровой приставке PlayStation 2. Два встроенных в руль вибрационных мотора передают ощущение скорости и неровности дорожного покрытия, а также вибрацию при поворотах, столкновениях и авариях в играх. Панель с педалями газа и тормоза позволяет прирублять скорость и тормозить в считанные секунды. Стоимость руля около 1000 рублей. Тайваньская компания BTC представила вниманию общественности беспроводную мультимедийную клавиатуру, сочетающую в себе клавиатуру, мышь и дистанционный пульт управления. Клавиатура элегантна, компактна и удобна в использовании. 16 горячих клавиш позволяют быстро и легко управлять телевизором, DVD и мультимедиа функциями. Клавиатурой можно пользоваться на расстоянии до 10 метров от компьютера, что позволяет управлять мультимедийным центром из-за любой точки. Как известно, развитие киберспорта постоянно повышает планку компаниям, разрабатывающим устройство в воду. Как результат, инженеры Logisys ослежили модель вентилируемой мыши с голубоватой подсветкой с самым современным на сегодняшний день лазером – Blue Ray. Данное инженерное решение позволяет добиться неведомых ранее показателей точности позиционирования. И, помимо всего прочего, открывает возможность использования двухслойных ковриков для мыши. Genius представляет лазерную мышь Genius Traveler 515 Laser. Отличительной особенностью мыши является отсутствие традиционного колеса прокрутки. На его месте расположена оптическая сенсорная панель для скроллинга в четырех направлениях. Эта технология позволяет просматривать документы как по вертикали, так и по горизонтали, а также прокручивать до ста страниц в секунду. Сенсорная панель прокрутки обеспечивает пользователю полную свободу действий. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня нам предстоит увидеть официальную встречу КСК Кибергород Иваново и КСК Трэп город Нижний Новгород. Состав команды Трэп. Владимир Редман Тарасов. Возраст 20 лет. Роман Ромшке Макаров. Возраст 19 лет. Руслан Танк-Аббясов. Возраст 21 год. Александр Калыч Грибов. Возраст 22 года. Демьян Блэйд Земский. Возраст 20 лет. Команда Трэп, одной из первых, продемонстрировала нам возможность совместной игры про геймеров сразу из трех городов России. Несмотря на столь широкую географию, данный состав не может пожаловаться на нехватку сыгранности и скилла. Противостоять им в этом матче будет киберспортивный клуб Кибер. Состав команды Дмитрий Нитя Бельский. Возраст 19 лет. Михаил Кулер Филонов. Возраст 22 года. Илья Нейл Петин. Возраст 23 года. Никита Фиксиус Чубаров. Возраст 19 лет. Дмитрий В.Л.Ц.М. Кияткин. Возраст 25 лет. Команда из города Иваново доказала всем на деле, что и город славен не только невестой. Впрочем, хотя и нельзя отрицать наличие определенного опыта, поставленного тимплея и качественной стрельбы, Кибер явно не смотрится фаворитами в этом матче. Итак, мы можем приступить непосредственно к освещению матча. Игра пройдет на карте Де Трейн. И трэп начинают за защиту. Что ж, это им только на руку, ведь Де Трейн, известный своими темными засадами и легко простреливающимися стенами, Очень удобен для игроков дефэнса. И вот стартует первый раунд. Трейп усиливает плен Б, размещая троих непосредственно на базе и еще одного в зигзаге. Последний игрок смотрит за положением дел на А с дальних путей и зелени. Ивановцы показывают нам интересный раунд. Выбегая сначала из интересника, а потом из нижнего спуска Б, Они пытаются зажать игроков трэп у зигзага и устроить массовый расстрел. Но танк от бясов показывает отличную игру, и трэп берут первый раунд. В третьем раунде Кибер закупаются и делают классический для трейна раунд. Пытаются законтролить точку А со всех сторон. Рассадка 2 вверх-низ, 2 зелень и 1 на центре, тем не менее, не дает своих результатов. Откидав дымовые гранаты, игроки трэп занимают выгодные позиции, И секунды спустя земский убивает на центре кулера. Лишь мгновением позже свою лепту вносит Редман, лишая головы ВЛЦМ. Немного поблуждав по карте, оставшиеся игроки Кибер рискуют выйти на открытый плент и получают по хэдшоту. Раунд за трэп. Особенно стоит отметить игру Редмана, который, играя на крыше, внес главный вклад в победу своей команды. В одном из следующих раундов трэп не закупают автоматов и брони, Но даже с таким вооружением они представляют немалую опасность для Кибер. Медленный проход по зелени становится эхилесовой пятой для ивановцев. Митька и Фиксиус отдают автоматы и теряют бомбу. А полученные девайсы тут же используются трэпами с пользой Гадилла. Аббясов минусует Нейла, затем умирает сам от рук ВЛЦМ. Но земский точно смстит за своего товарища и секунды позже берет раунд в ситуации один на один, разобравшись с кулером. Ивановской команде удается взять еще один раунд разом на Б-бату, Прежде чем первая половина заканчивается со счетом 12-3. А это значит, что если киберы еще хотят выиграть эту игру, Им придется брать первый раунд, за которым мы сейчас с вами и понаблюдаем. Итак, первый раунд второй половины. КСК Трэп играет за защиту. Четкое взаимодействие играет на руку Нижегородского клуба. Дым с центра и слепящая граната тут же делает бесполезным обоих контров на пленте А. А в это время вывалившиеся из верхниза игроки Трэп забегают в зигзаг и устраивают геноцид Фиксиус. Макаров и Земский сносят Велкам и Кулера, упрочняя свой численный перевес. Нейл с надеждой садится на бомбу, но в мозгу ромшки просыпаются вековые инстинкты охотника, И одним мощным мясницким ударом он разделывает Нейла напополам, Отнимая у кибер всякую надежду на победу. В четвертом раунде киберы наконец-то закупаются. Хотя победы ему уже не видать, Трэп остается один раунд до 16, И максимум, на что могут рассчитывать ивановцы, боевая ничья. Вот только игроки Нижегородского клуба на это не согласны. Быстрый раунде оказывается отвлекающей имитацией, В то время как основные силы Трэп выходят на Аплент и залпом стирают с земли. Велкам зажимают в тело Земского, Но Аббясов четким хэдшотом прерывает жизнь контртеррориста И оставляет в живых лишь последнего игрока кибер-кулера. Грибов убегает ставить бомбу на Б, А Аббясов медленно подкрадывается в спину врага И завершает раунд и всю игру, Разредив рожок в голову снайпера. Поздравляем КСК Трэп с уверенной победой, А проигравшим желаем двигаться к поставленной цели. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта. И, конечно, самое интересное, новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова